на церемонии торжественного открытия румынской школы в селе Йордан-Эшт Черновидской области. Он отметил, что Румыния всегда помнит о тех, кто говорит по-румынски, и что преподаватели смогут повышать свою квалификацию и проходить переподготовку в Румынии по инициативе официального Бухареста. В торжественном событии приняли участие министры образования Украины Румынии Лилия Гринневич и Ливиу Мариан Поп. Визит Пелдора Мелешкана в Украину ориентирован на обеспечение прав на образование румынского меньшинства в соседней стране и на реализацию решений Венецианской комиссии по новому украинскому закону об образовании. Напомним, что в версии принятой Украинской Радой и подписанной с сентября 2017 года президентом Петром Порошенко закон об образовании ограничивает доступ этнических меньшинств к образованию на их родном языке. Румынская община в Украине насчитывает почти полмиллиона человек. В четверг в Софии состоялись официальные мероприятия, посвященные началу председательства Болгарии в Евросоюзе, которое с 1 января перешло к этому государству, соседу Румынии. В мероприятиях приняли участие глава Болгарии Руменрадев, президент Европарламента Антонио Таяний, главы Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Четыре базовых приоритета болгарского председательства в ЕС – молодежь и будущее Европы, европейская интеграция западных Балкан, безопасность и противодействие незаконной миграции, а также цифровой рынок. Лозунгом болгарской программы стало «Объединение дает силу». В повестке председательства более 300 мероприятий. В Болгарии пройдут десятки встреч на высоком уровне официальных и министерских совещаний. Среди них и Европейский саммит, посвященный евроинтеграции стран Западных Балкан. Напомним, что Румыния будет председательством ЕС с января 2019 года. В Румынии в основном... В горах местами дождь со снегом, максимальная температура от 2 до 10 градусов тепла. Это были месяцы, это радио Румыния. В эфире радио Румыния проводится промышленный блок КМП+. Румыния министер Румыния Мегайту Досе хочет изменить состав правительства. Решение принадлежит правящей коалиции, социал-демократической партии и альянса либералов и демократов. В последние дни на румынской политической сцене все больше говорится о возможной реструктуризации коалиционного правительства, социал-демократической партии и альянса либералов и демократов. Целесообразность такого рода меры не получила единодушного согласия социал-демократов, где образовались уже два лагера. В то время как одни поддерживают идею к обитаму с лучшим дискоммунистерсом, в идее к обитаме социал-демократов. Нагрузу не должно быть обеспечено для того, чтобы все это должно быть. Вообще, смогли листья осуществить подрамы с управлением. Необходимо последовательность на трудных правительствах, без конфронтации и соревнований, путешествия с другими. То, что касается предельного оборудования, он хочет рассчитывать. Восп청ай на трасс three-троцентрах, то, что касается предельных правительств, иначе, подрама с управлением улучшило задание крепления. На расчетах, какое-то другое все помогло с управлением. Точно не имеет значение предельного оборудования та же последовательного оборудования. Но я понял, что оборудование для вершинства может поднять все перестройства асамб Hanukovitz и поднимать лесу. Есть ли, поднимите их подачи для расчетов? Нет ничегоolineя на挑戦ах. Проблемы в первую очередь, что это может стать изменением представительства, я тоже уже говорил. То, что может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, не может быть. Мы, как мы проведем очень широкие дискуссии на следующей встрече исполнительного комитета. Давайте побеседуем и с партнерами из Альянса либералов и демократов на эту тему, поскольку для реструктуризации правительства необходимо голосование в парламенте. Заявление нынешнего министра обороны, Михаила Фифора, весьма похоже. Есть право премьера Михаила Тудоса, чтобы подумать, что это такое решение. Правом премьера Михаила Тудоса является подобная реструктуризация правительства, если он в качестве премьер-министра испытывает потребность сделать это, однако существуют вопросы, которые обсуждаются и решаются с администрацией. Умерение реструктурировать правительство и призывают его заниматься благосостоянием страны, с тем, чтобы романы ощущали выгоды экономического роста. Калин Попес, Кутеричан. Люди мало интересуют, сколько заседаний мы проводим в неделю, сколько заседаний проводит правительство, сколько министров входит в состав правительства. Их интересует качество политического акта в парламенте и качество акта правления. На этом мы должны сосредоточиться, а не на диспутах, которые я считаю ненужными, неполезными, даже вредными. Я не располагаю никакой непосредственной информации от премьер-министра относительно его желания реструктурировать. Нынешняя правительственная формула, основанная на коалиции социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов, была темой протокола, согласованного и одобренного двумя партиями, в декабре 2016 года после выборов. Социал-демократическая партия обсудит вопрос возможной реструктуризации правительства на заседании исполнительного комитета, намеченном на период 29-31 января в ГИАСах на северо-востоке страны. В эфире Интерадио Румыния, информационный блог Инфо Плюс. Историческая премьера в Софии, принятая в Евросоюз в 2007 году, Болгария стала 11 лет спустя председателем Совета Европейского Союза на первые 6 месяцев текущего года. Подробнее об этом в следующие минуты у микрофона Антон Брайнарж. Хотя все специализированные рейтинги называют Болгарии беднейшим членом Евросоюза, хотя ее критикуют за низкую эффективность в борьбе с системной коррупцией не только западные партнеры, но и собственные граждане, по мнению аналитиков София надеется, что ее первый мандат у руля Евросоюза значительно улучшит ее имидж. Под лозунгом «Единство сделает нас сильнее» болгарское председательство объявило консенсус, конкурентоспособность, исплоченность, ключевыми словами... Брайнарж в первые 10 лет... Брайнарж «Убластование переговоров по Брекисту, европейское морское патрили Болгарии и Алгарских стран». Исходили в силу и объединенные с локой и в борьбе с незаконной вега, Уберутся в землях с этими болгарскими субъектами. В этом контексте было много. И эта селена Бахарьева выразила на титул, что с 2020 года Болгария станет членом Синьянской зоны. Она призналась в то же время, что в непротессии. По-прежнему существуют страны, которые считаются коррупцией. Болгария и последняя. Но мы не можем быть абсолютно уверены в том, что они изменят свое мнение в течение следующих шести месяцев, заявила госпожа Захарьева на пресс-конференции в столице Болгарии. Глава кабинетов Софии Бойко Борисов надеется в свою очередь, что Брюссель откажется от механизма сотрудничества и проверки в области юстиции, который применяется в случае Болгарии и Румынии с момента принятия двух стран в Европейский блок. Принятая в ЕС одновременно с Болгарией в 2007 году, Румынии тоже предстоит возглавить Совет Евросоюза. Это произойдет ровно через год, 1 января 2019 года. Министр по европейским делам Виктор Негреску представил во вторник в Брюсселе отчет о подготовках Бухареста в перспективе европейского председательства. Согласно опубликованному пресс-релизу, уже намечена повестка мероприятий, которые будут организованы по всей стране на протяжении всех шести месяцев, и уже отмечается прогресс в проведении внутренних консультаций по определению приоритетных тем мандата на уровне министерств и государственных учреждений. Повестка переговоров на Негреску в Брюсселе включала также координацию рабочей программы тройки председателей, которая помимо Румынии будет включать также Финляндию и Хорватию. Бухарест стремится быть непредвзятым последником в осуществлении председательства Совета ЕС, направлено... ...председательской повестки, в том, что голосование позиций наказано большего числа. ... 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 Радая прекрасным голосом, он усердно трудился в церковном чтении и пении. Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на путь спасения. В юные года он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столбником, который благословил его и предсказал ему будущее пастырское служение. Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине в Пусыной пещере, в которой по преданию ночевали три волхва, пришедшие поклониться родившемуся Спасителю мира. Не он прожил 30 лет в великом воздержании пристанной молитве. Ваши радиоприемники настроены на волну Интеррадио Румыния. В эфире Интеррадио Румыния. Мы знаем, что вы слушаете нас, чтобы получить качественную и актуальную информацию из всех областей румынской жизни. Поэтому мы подготовили для вас разнообразные передачи, которые знакомят вас с кипящей жизнью Румынии. Каждый день слушайте информационный блог Инфоплюс, который включает выпуск новостей, заметки на глободневные темы, исторические и народные цели. В 16.30 по московскому времени слушайте блог «Всё о Румынии», который каждый день начинается новой программой, посвященной нашей семье. В понедельникам выходит программа «Страница румынской истории». В повторникам слушайте экономическую программу «Всё о Румынии». Последом мы знакомим вас с специальными программами населения в программе «Человек». Голос-Румынская радиолюбительная программа «Зелёная планета». Конечно же, мы не забыли о культуре, о которой мы рассказываем по субботам в программе «Культурное обозрение». Специально для радиолюбителей мы подбираем клуб Диэкс, который выходит тоже по пятницу. В эфире Интерадио Румыния. Продолжаем передачу на русском языке из Бухареста. В следующие минуты мы приглашаем вас послушать новую программу «Радио Тур». Сегодня мы приглашаем вас познакомиться с уездом, где можно заниматься всеми видами туризма. Это уезд, где можно найти пространные площади, покрытые лесами, пансионаты, окруженные живописными пейзажами, два бальнеологических курорта, но и единственную жилую средневековую крепость в Европе. Представитель уездного совета «Мурыш» Сан-Давицелар приглашает туристов не обходить уезд «Мурыш», когда речь идет о проведении каникул. Здесь они могут заниматься всеми видами туризма, поскольку здесь есть все, кроме моря. Мурыш» Сан-Давицелар приглашает туризма, поскольку здесь есть два бальнеологических курорта. Савата хорошо известна благодаря озеру Урсу, озеру с гевиотермическим эффектом, уникальным в этой части Европы, порожденным с речей соленых и пресных вод. Курорт «Мурыш» стал туристическим курортом в 2017 году. Там есть спа-центр с соленой водой, особенно благотворные в лечении различных заболеваний. Затем у нас есть горный туризм с долиной реки Мурыш, где у нас есть природные ущелья Деда-Топлица и природный заповедник горы Калимань, где туристы могут ознакомиться с многочисленными местными традициями и обычаями. Летом существует фестиваль, посвященный этим традициям в Лунг-Абрадулы и Растолица, и существуют многочисленные горные маршруты для всех туристов. Более того, обязательно надо посетить Сигешуару. Многочисленные иностранные туристы посещают эту единственную жилую кресть в этой Европе. Это очень красивая средневековая крепость, где организуются многочисленные события. В Сигешуаре хранится самый красивый и хорошо сохранившийся средневековый городской ансамбль в Румынии с узкими улицами, жилыми и кирпичными домами. Это будучи окружено укрепленными стенами с 14 оборонительными башнями, из которых до настоящего времени сохранились в хорошем виде только 9. А для тех, кто предпочитает более спокойные места, Санда Виценар рекомендует зону равнины уезда Муреш, от Таргу Муреш, Городам, Клюш и Алба. Существует много лаков и есть очень хорошая зона песку. Валя Ниража, в основном, есть многочисленные озера, и это излюбленное место рыболов. Кроме того, у нас есть долина Ниража, которая называется также страной морковки, где выращиваются многочисленные овощи. Не в последнюю очередь мы рекомендуем город Таргу Муреш. В центре города находятся два здания в стиле Трансильванского соцессиона, которые считаются настоящими чужими скульптурами. И с молодым людям я рекомендую маршрут холмы Трансильвании. Он пересекает и уезд Муреш. Это... На этом маршруте организованы показы фильмов, пикники, посещения традиционных домов, или мастерей и укрепленных церквей. В долине реки Муреш, из населенного пункта Деда, начинается несколько велосипедных маршрутов. Для любителей ремесленных изделий, уезд Муреш является замечательным выбором для проведения каникул. Там есть центр народного творчества, который входит в состав народного художественного училища, которое починул уездному совету Муреш. Санда Витцелар. Посредством этого центра желающие могут посетить ремесленников у них дома. Все зависит от того, что они хотят. К примеру, в зоне Регина у нас есть скрипичный завод. И там существуют единственные в нашей зоне ремесленники, специализированные в области кожевенных изделий. В Сегешуаре у нас есть башня ремесленников. Там можно увидеть различные ремесла, скорняжное, кошевенное, писание икон на стекле и так далее. Представитель уездного совета Муреш Санда Витцелар спрашивала многочисленных туристов об их впечатлениях после посещения разных туристических мест. Это в большинстве положительные впечатления. Что, однако, им больше всего понравилось. Аутентичность. То, что у нас все просто. К примеру, ты можешь жить в четырехзвездочной или пятизвездочной гостинице, а затем на несколько часов можешь отлучиться, чтобы поесть мамалыгу с сыром прямо в овечьем загоне на вершине горы. Такого рода непосредственный опыт пользуется самым большим успехом у иностранных туристов. Аутентичность, естественность, очень хорошее качество продуктов, особая гастрономия, традиционные обычаи. Все это придает особую прелесть пребыванию в нашем уезде. Уезд Муреш известен и тем, что его население разделено на этнических румын и венгров, но все говорят по-английски, продолжает Сан-Давицелар. Кроме того, посредством уездного музея Муреш мы ставим в распоряжение туристам-гидов, которые могут представить все местности и достопримечательности на английском, французском, немецком, итальянском и других языках. Сан-Давицелар В эфире Интерадио Румыния. Продолжаем передачу на русском языке из Бухареста румынской легкой музыкой. Интерадио Румыния продолжает свои передачи на русском языке из Бухареста. Далее на частотах Интерадио Румынии слушайте программу... ...путешествую по Румынии. ...у микрофона Анна Динукс. ... Расположенный на северо-западе Румынии, в 9 километрах от города Аравия, недалеко от границы с Венгрией, курорт с лечебными минеральными водами Бейли Феликс в течение уже очень многих лет является одним из наиболее известных подобных мест и для румынских, и для иностранных туристов. Он располагает из-за отелей, предлагающих слабоценные бассейны и современные пляжи на открытом воздухе и подкрытии. ... ... В конце нашей встречи по маршке, когда их новое обеспечившееся. Подписывайтесь. Не олег, что наши. Зачи это перемены. Бага, кармана, ты у вас были, как лицесса, партаку, на пантерпоса сестивая. Доктория. Наш путь рекомендуется для болитских городов. Восстановление после всех воздействий и при ревматических заболеваниях. Мы очень довольны тем, что молодое поколение делает все больше акцент на программу профилактики. К нам приезжают 20-летие туристов, которые занимаются здоровительными процедурами, ходят в спа, чтобы укрепить мышцы в стенах. Мы работаем, и, к сожалению, у нас не может быть другим. Мы не можем не уходить, а у нас не находятся красивые очки. Но вообще идите в этом плане для венера. Еще у нас есть очень хорошие актеры, которые в последние годы были полностью аккомлены. Чтобы это подкорбить, могу сказать, молодцы, это отец, не так же, не так. Это дошли. Большое стоит такое с термальными кругами. Это высоко эффективная сетка для направления к лазероритета, и ничем нежного на лечения. Не исключено, что если бы у нас было 3 подобных отеля, все было бы распродано за такие же рекордно короткие сроки. Все предложения на Новый год были проданы и по остальным отелям нашей сети. Цена предложения на 4 дня, включая Новый год, начинается с 1179 леев, 253 евро, с проживанием, завтраком, 4 праздничными вечерними застольями, приветственным ужином, традиционным ужином, с новогодним праздничным столом и, конечно, с карнавалом 1 января. Его мы устраиваем для гостей на протяжении уже многих лет. Добавлю, что гости, проживающие в наших отелях, бесплатно пользуются бассейнами отелей. К нам любят приезжать семьи с детьми, потому что у нас замечательные группы аниматоров с однообразными интересными программами для детей. Диана Антонеску, представитель по маркетингу одного из гостиничных комплексов, рассказывает, что туристы в Бейли-Феликс приезжают со всех концов света, но в особенности из Европы. К нам уже очень много лет приезжают туристы из скандинавских стран – Израиля, Испании, Франции. Наш самый почтенный турист, ему 87 лет, он приезжает к нам уже 30 лет, и он сам ведет машину от Будапешта до Бейли-Феликс. Горячие термальные воды – это наше настоящее благословение. В течение всего года можно купаться в открытых бассейнах. Мое любимое время – зима, когда так приятно сидеть в бассейне с термальной водой, и чтобы шел снег. К счастью, у нас нет сезонности, и мы работаем круглый год. Если вы выберете для себя Бейли-Феликс, чтобы провести здесь несколько дней, то вот несколько советов для поездок по окрестностям от Дианы Антонеску. Прямо в самом центре курорта несколько прекрасных озер, где растут термальные кувшинки, лотосы и несколько уникальных для Европы растений. У нас растет такой вид кувшинок, которые были на курорте 1 мая, это в двух километрах от Бейли-Феликс. К сожалению, там озеро высохло. Но специалисты с географического факультета университета города Ораде смогли спасти их и акклиматизировать в одном из наших озер. Можно посетить город Ораде с его великолепной архитектурой, где за последние годы проведено много работ по модернизации. Рекомендуем и высокогорное плато Падиш, пещеру медведей и деревянные церкви в регионе Беуша. Они просто изумительны. Вот такой курорт для вас, который ждет своих туристов от мала до велика. Субтитры создавал DimaTorzok В эфире Интерадио Румыния. Продолжаем передачу на русском языке из Бухареста. Далее мы предлагаем вашему вниманию хит-парад румынской музыки. Сегодня мы ознакомим вас с двумя родившимися зимой исполнителями румынской легкой музыки и послушаем несколько песен, записанных ими в 90-х годах. Вначале приглашаем вас послушать песню, пользующегося большим успехом в Румынии Георгия Георгию, «Где нет любви, нет ничего». Репертуар Георгию Георгию, записанное в 90-х годах и ставшее Шлягером, называется «Я сумасшедший, который любит тебя». Послушаем ее. Родившаяся зимой исполнительница румынской легкой музыки имела шанс на ее художественном пути сотрудничать с известным румынским актером Штефаном Йордаке. Вместе они записали несколько песен композитора Дана Ягнова. Послушаем далее одну из них. Песня называется «Я хочу сказать тебе, что я тебя обожаю». «Я хочу сказать тебе, что я тебя обожаю». Композитор настроена на волну «Интеррадио Румыния». В эфире «Интеррадио Румыния». Блог «Всё о Румынии» продолжается рубрикой «Интеррадио Румыния». «Интеррадио Румыния». «Интеррадио Румыния». «Интеррадио Румыния». В бурные постреволюции. Велосипед марки «Пегас» И, несмотря на то, что он озарил детство И стал в поколонии, ему не удалось Пасхать за эпохой, и он скоро исчез Так обстояли дела до 2012 года Когда Андрей Джорджи и Александр Мандо Зарегистрировали бренд «Пегас» Намереваясь вновь поставить на колеса Легендарный велосипед Оплатив регистрацию товарного знака Она взялись за производство Ему хотелось как можно быстрее начать свой бизнес Но вскоре они поняли, что это не так-то просто Если с румынской бюрократией им удалось справиться быстро То крупнейшим вызовом для них оказалось найти людей Которые имели бы опыт в проектировании и строительстве велосипедов Вскоре команда пополнилась двумя новыми членами Чиприаном Фрунзеску и Адрианом Тяншо Которые получили акции во вновь созданной компании С небольшим капиталом, но с огромным энтузиазмом Они начали работать все вместе Они спроектировали велосипедные комплектующие и заказали их Затем они собрали их и появился новый «Пегас» Первым шагом было найти партнера для производства наших рам Я отправился в Германию на самую большую ярмарку велосипедов Там мы встретили крупного тайваньского производителя И начали с 560 велосипедов Вспоминает предприниматель Самым большим сюрпризом стало то, что первая партия была быстро распродана Таким образом через несколько месяцев они достигли лилового оборота в 150 тысяч евро Что позволило им быть чрезвычайно оптимистичными В первый год мы продали все За второй год мы продали все То есть уже тысячу велосипедов И мы продолжали постепенно расти В 2015 году около двух тысяч велосипедов Затем мы сделали кое-какие подсчеты И поняли, что рост у нас большой Но он достаточно значительный И нам пришлось обратиться к инвестору Рассказывает Александру Манда Таким образом в 2015 году предприниматель Юлиан Станчу Приобрел более 51% акций компании-мастерские Pegas Александру Манда рассказывает об этом так Мы нашли партнера и румынского инвестора И смогли пересмотреть свой бизнес-план Мы начали с нуля 2016-й стал, можно сказать, годом второго рождения Для нашего бизнеса нам удалось произвести 13 тысяч велосипедов Предприниматели создали дистрибьюторскую сеть В специализированных магазинах по всей стране И развивают свой интернет-магазин Таким образом, после первой половины прошлого года Их деловой оборот превысил миллион евро Последний шаг предпринимателей не трудно предсказать Спрашивают их, когда они снова начнут производить детали велосипеда Pegas в Румынии Это немножко нас бесит Но, чтобы дойти до этого, мы должны утроить продажи велосипедов Чтобы подобный завод был рентабельным Но это будет Каждый проданный велосипед Это кирпичик для фундамента нашего завода Говорит Александру Манда В эфире Интеррадио Румыния Блог «Всё о Румынии» продолжается нашей программой на экологические темы У микрофона Антон Брайна Пять школ в уездах Хараш-Северин и Хунедуара Вместе с румынским отделением экологической организации Всемирный фонд дикой природы Создали программу неформального образования для защиты природы в горах региона Банат Расположенного на западе страны Для этого в каждой школе будет создан экологический клуб В котором учащиеся будут участвовать во всевозможных приятных и мотивирующих мероприятиях Для защиты и сохранения природных ценностей в этом регионе Эти экологические клубы продолжают традицию, начатую три года назад В юго-западных Карпатах, когда пять других средних школ в городах Решица, Анина, Бейле-Херкуляне, Оршава и Лупень Открыли клубы, чтобы школьники лучше понимали значение дикой природы И участвовали в развитии областей, в которых они живут Программа будет работать в течение двух лет и будет вовлекать учеников пятого класса в каждой участвующей школе Каталина Мурариу, национальный координатор программы образования для устойчивого развития Все в составе Румовского отделения Всеверного фонда дикой природы Существует осмотрит подготовку молодых команд, которые воспринчивают и готовы работать на благо людей и местных приемов Это школа из населенных пунктов, которые расположены в сердце природы И что происходит в этих клубах просто отлично Эти клубы предоставляют молодым людям и школьникам возможность другими глазами взглянуть на окружающую природу Это та же природа, которую они всегда знали, в которой они росли И даже что-то сделать для нее Конкретно клубы проводят мероприятия один раз в месяц в рамках спешек И они будут преподавателями, и на которых в течение всего года готовятся для того, чтобы совместно разработать проект для окружающей природы Чтобы осуществить такой проект, важно понимать и любить природы Чтобы каждый месяц встречаться и проводить эти мероприятия неформального образования То есть обучение через индустрию, часть непосредственный опыт, часть дискуссии и так далее То есть этот вид обучения готовят их к тому, чтобы по-другому понять природу Чтобы понять, какие проблемы существуют в природе вокруг них А затем они понемножку начинают самостоятельно разрабатывать проекты, проходящие через классические проекты Так, как мы сами делаем при подготовке проектов для спасения или защиты природы В горах Баната, в регионе гор Царкулей, где открылись клубы молодых экологистов С 2012 года проводится проект по расселению зубра на воле Как будут вовлекаться школьники в этом проекте, мы узнали от Мары Казаку Минкулеску Специалиста по связям румынского отделения Всемирного фонда дикой природы Во время последнего визита, который мы провели в декабре, мы смогли убедиться, что они уже начали очень хорошо работать В группе есть солидарность, желание бороться за природу и желание приблизиться к нам К тем, кто время от времени их посещает, предлагая им самые разные идеи Мы также создали группу в Фейсбуке со всеми акционами клуба, с которыми мы постоянно общаемся и посылаем друг другу фотографии А они рассказывают нам о всех своих встречах Помимо классических клубных мероприятий, ежемесячных встреч в школе Мы также приглашаем их принять участие в трех экскурсиях Чтобы увидеть зубров в горах Царкуля и лучше узнать эту местность Мы хотим открыть им аппетит в этой области понимания природы И пригласить экспертов в область естественных наук, чтобы пробудить в них интерес к этой области Мы также подготовили профессиональную фотостудию И собираемся пригласить фотографа, который научил бы их некоторым тайнам природной фотографии Румынское отделение Всемирного фонда дикой природы Хочет создать сеть активных молодых людей, способных принимать решения в своих общинах И сохранять природные ценности банатских гор Передача Интеррадио «Мне на русском языке» окончена Слушать у нас ежедневно в 5 часов 30 минут по всемирному времени На частоте 7330 кГц в диапазоне 41 метра Параллельно передача будет идти в цифровом стандарте ДРМ На частоте 5940 кГц в диапазоне 49 метров А также в 14 часов по всемирному времени на частотах 11985 кГц в диапазоне 25 метров И 9570 кГц в диапазоне 31 метра Застояние на обеих частотах будет вестись в классическом аналоговом формате Из 16 часов по всемирному времени на частоте 9800 кГц в диапазоне 31 метра И параллельно в цифровом стандарте ДРМ На частоте 6030 кГц в диапазоне 49 метров Слушайте нас в те же часы в интернете в формате Реал-Аудио На сайте www.rri.ro Наш адрес Румыния-Бухарест Улица Генерала Бертло 6062 Абонентский ящик 111 Интер-Радио Румыния Вы можете писать нам и по адресам Россия-Москва Посольство Румынии в Российской Федерации Улица Мосфильмовская 64 Для Интер-Радио Румыния Адрес электронной почты Знак электронной почты rri.ru Уважаемые слушатели До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин